Ну что, друзья, всем привет, кто к нам присоединяется. Привет, привет, вы пришли на стрим сильных новостей. Сегодня мы с прекрасной девушкой. Алексей, кстати говоря, мой коллега сказал, какая у тебя сегодня знойная красотка будет. Позавидовал тому, что я буду проводить прямой эфир. Да, всем привет, друзья, заходите к нам на эфир, будем-будем рады вас видеть. Сегодня говорим про пассивный доход, инвестиции, всякие разные сложные слова, которые вы наверняка, но, может быть, и знаете, но мы будем объяснять сложные вещи простым языком. Во всяком случае, попробуем это сделать. Я очень постараюсь. Присоединяйтесь, друзья, ждем всех на нашем эфире. Еще буквально пару минут ждем, пока присоединятся люди. Нас только начали, только стартовали эфир, поэтому еще не так много людей, но я думаю, что все будет. Сегодня мы с Анной вместе в белом, как вы наверняка успели заметить, не сговариваясь, но, тем не менее, да, сегодня белый это цвет чистоты, там, да, в Японии, где там, хотя в Японии это, по-моему, цвет смерти. Но, да ладно. Мы будем говорить про белый доход, поэтому... Да, про белый доход, про белые деньги, про белые инвестиции, и то, как белорус с белорусским паспортом может зарабатывать, и вы, не зарабатывать, наверное, инвестировать деньги, правильно, не только в нашей стране. Всем привет, друзья, кто к нам присоединяется, вы смотрите сильные новости. Сегодня тема нашего эфира это пассивный доход и инвестиции по-белорусски. По-другому не можем сказать. Так, всем привет, друзья. Как видно, слышно, все ли хорошо? Надеюсь, что окна. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как слышно. Напоминаю, что мы будем рады лайкам. Вот так вот на экран можете нажимать своим прекрасным пальчиком, и мы будем видеть ваши комментарии. Я рада, что Белиал, вы на месте. Это наш тролль, прекрасный парень-тролль. Он просто фантастический троллинг. Он реально, ну, прям, знаешь, это вот такой интеллектуальный троллинг, что прям даже интересно, что он в этот раз, что сегодня. Обожаю. Будет очень интересно пообщаться. Да. Друзья, всем привет, кто присоединяется. Пишите, может быть, у вас уже есть вопросы к Анне. Сегодня говорим про инвестиции, про пассивный доход, как жить, не работая и получая деньги. Вообще, возможно ли это, или это история из красивой, успешного успеха, красивой жизни из Инстаграма. Вот, друзья, ну что, начинаем потихонечку. Орг-момент. Каждый эфир мы разыгрываем самым активным людям, которые больше всего комментируют, больше всего проявляют себя на эфире. Вот такие наши фирменные кружки можно получить, будучи активным на прямом эфире. В конце эфира обязательно с Анной разыграем кружку. Ну и, конечно, Аня приготовила для вас подарок. Расскажи, что ты будешь разыгрывать сегодня? Ну, я думаю, что будет полезно непосредственно индивидуальное взаимодействие со мной по теме инвестиций. Я это не провожу уже очень давно. Если бы проводила, то стоило бы недешево, поэтому я думаю, что подарок ценный. То есть это будет консультация непосредственно под ваш запрос. Мы поговорим, что вы хотите, какую цель вы хотите получить, если вы хотите пробовать инвестиции. То есть это будет такая выжимка непосредственно, как индивидуальная личная консультация для вас, полчасовая. Я бы на вашем месте очень сильно воспользовалась, потому что сегодня в том числе мы будем рассказывать не, как это говорится, не правду жизни, назовем это так, не то, что прям вот очевидно и безукоризненно, и неоспоримо и так далее. Мы будем общаться с Анной и выяснять ее точку зрения, то, как она это делает и какие выводы, риски, возможности она использует в своей жизни. Поэтому в любом случае я думаю, что развитие денежного мышления, как это могут на сейчас везде говорить, вам сегодня после эфира точно светит. Друзья, не забывайте писать свои вопросы, лайкать наш эфир. Нас смотрят почти 100 человек, 2000 лайков мы уже набрали. Давайте как минимум наберем пятнашку тысяч, 15 тысяч лайков. Это будет вам не сложно, нам приятно. Ну что, Ань, давай начнем. Расскажи, как ты вообще очутилась в этой прекрасной жизни и с чего начинала? В этом мире, да? Начинала, да все просто. 8 лет назад в Москве я устроилась просто на работу, в финансовую компанию, консультантом. Я ничего не знала про инвестиции, но там было очень хорошее обучение. Нас обучали. Наша задача была, если вы смотрели фильм «Волк с Уолл-стрит», вот этим я занималась. Я звонила просто с утра до ночи людям и предлагала им инвестиции. С этого все началось. Там была очень крутая база, очень классное обучение. И вообще по поводу мышления и инвестирования, это у меня, наверное, от мамы, потому что она предприниматель с 20-летним стажем. И, собственно, по мышлению и по действиям это было намного раньше. И, собственно, вот так начинался мой путь. Но ты тоже была в бизнесе, правильно? Да, да. У нас был семейный бизнес 20 лет, в котором я с 12 лет так вышла. Вот, поэтому все основы, все мышление, вся психология вот оттуда. Почему решила пойти и все-таки заняться инвестициями, пассивным доходом? Что стало, может быть, отправной точкой или каким-то таким моментом переворотным, что ли? Мне не хотелось, то есть, что касается бизнеса, это было сложно. То есть мы тянули все это на себе с утра до вечера, и мне не хотелось вот этой привязки, вот этой сложности. Мне хотелось что-то, где я буду свободно себя чувствовать, но при этом буду получать деньги. Наверное, это всем хочется, но просто так получилось, что это пришло в мою жизнь. Это тоже случилось не сразу. То есть вот я поработала, я научилась основам, и потом все было через пробы, через шаги, через факапы, потери денег и все такое. И главный момент – это просто то, что я не остановилась. Вот и все, потому что путь у меня на самом деле не быстрый. На этом можно заканчивать наш эфир. Да, мы очень все коротко рассказали. На самом деле в конце эфира, я думаю, что в конце эфира, конечно же, каждый из вас, да и я задам Анне вопрос, сколько она на этом зарабатывает. Надеюсь, что Анна ответит нам на этот вопрос, поэтому не переходите, а смотрите и внимайте то, что рассказывает Аня. Вот тут вопрос такой прилетел. Куда можно вложить 5 рублей, чтобы быстро разбогатеть? Самый классный вопрос. Вообще люблю такие. Куда вложить копеечку, чтобы стать миллионером? 5 рублей? Да, 5 рублей. Да я не знаю, вложите лучше в конфету ребенку, не знаю, куда-нибудь, но не знаю, 5 рублей. На самом деле, что касается темы, с какой суммы начать, начать на самом деле можно с любой суммы. Ключевой момент – начать. Вот, а вы можете купить, по сути, любой актив, да, там, не знаю, от 10 долларов, от 50, ты уже там, не знаю, те же 30 рублей, да, хотя бы 20 рублей. Ну, есть возможность их вложить и хотя бы начать, просто пощупать, что это такое. Будем, кстати говоря, на протяжении нашего эфира будем рассказывать, куда вкладывать, какие суммы, какие риски и возможности есть у тех, у кого белорусский паспорт внутри Беларуси и вне Беларуси. Обязательно об этом поговорим, не все сразу, так что ждите, дорогие друзья. И, конечно же, не забывайте лайкать. Вы сейчас попали на прямой эфир сильных новостей, где мы говорим про пассивный доход и инвестиции. И вместе с Анной Разумовой рассказываем и обсуждаем, как это можно сделать. Мы не претендуем на истину в первой инстанции, однако рекомендуем вам узнать историю Анны и понять, как ей удается жить жизнь своей мечты. Так можно сказать? Да. Вот, мы сегодня не будем говорить, конечно, про успешный успех и вот это вот все идеальный мир. Мы будем рассказывать в том числе и про сложности, про ошибки, которые допускала Аня для того, чтобы быть там, где она сейчас находится. Ань, ты 8 лет уже, если я не ошибаюсь, в теме инвестиций. Пассивный доход. Это вот такая вот история, которая сейчас очень активно пропагандируется везде. Это тренд, это мода, но пассивный доход. Вообще, что это такое? Расскажи для тех, кто, может быть, не до конца понимает, что на самом деле это такое. Ну, если такой формулировкой говорить, это когда твои деньги зарабатывают тебе больше денег. Ну, то есть, допустим. То есть, для этого нужны деньги. Как минимум. Да, да. Все на самом деле проще и все точно так же, как устроено в мире. То есть, ты, допустим, купил что-либо по одной цене, подождал, пока это вырастет в цене, продал, вот твоя прибыль, вот и все. А что это может быть? Все, что угодно, да. То есть, у нас есть три основных рынка. Это фондовый, форекс и криптовалютный рынок. Ну, это может быть недвижимость, это может быть, там, чей-то бизнес, да, в стартап ты вложился и ждешь, там, прибыль. Что угодно. Сейчас можно инвестировать. Да, там такие идеи люди придумают, что просто и не снилось. Могу тебе как раз-таки про пассивный доход. Ты в несколько идей. Кофе-автомат и автомат с игрушками. Может ли это быть пассивным доходом? Может, если вы сделали свой бизнес автоматизированно? Ну, кофе-автомат, это да. Это больше, это больше касается бизнеса. Бизнеса все-таки, да. А инвестиция, это уже такой, немножко другой уровень. Хорошо. Пассивный доход, мы уже немножко понимаем, что это деньги, которые работают и приносят нам еще больше денег. Инвестиции. Это схожее понятие или это вообще из других сферок? Это все то же самое. То есть принцип тот же. Я уже рассказала, что инвестировать можно куда угодно. То есть, ну, самая популярная сейчас-то криптовалюта, фондовый рынок. То есть можно купить акции любой компании и на этом зарабатывать. То есть акции выросли в цене, любой актив вырос, ты на этом заработал. Вот. И, не знаю, три ключевых, которые вот у всех, наверное, на слуху. Это криптовалюта, фондовый рынок и акции, облигации и Форекс. Расскажи немножко про эти вот три возможности, три варианта, куда можно инвестировать. Потому что крипта, это понятно, это уже у многих на слуху. Но, опять же, насколько я знаю новости, что сейчас периодически крипта обваливается, все не совсем понятно. Вот расскажи немножко про эти три пунктика подробнее, чтобы люди больше понимали. Ну, по поводу обваливается, рынок это вообще в принципе не вот так. То есть ты знаешь, что ты купил что-то, и оно обязательно у тебя вырастет. Нет, это вот так всегда происходит. Вот. А что касается трех направлений, криптовалюта, да, это более, ну, я не знаю, насколько понятно, непонятно. Это просто сейчас модно. Но нужно понимать, что криптовалютный рынок это самый волатильный рынок, то есть самый высоко рискованный. Самый высоко рискованный рынок. Это модно, но не все к этому готовы. Вот. Фондовый рынок считается более консервативным. Это акции, облигации, то есть можно купить акции белорусских компаний, российских, зарубежных, да, то есть хочешь, там можешь обладать акциями Apple, Google, то есть все это возможно. Вот. И рынок Forex это, по сути, самый большой рынок, базар, где меняют валюту. То есть там меняют крупные фонды, банки, и ты также можешь зайти в этот рынок через посредника. Это называется брокер. Вот. То есть три просто разных вида активов. Спрашивает Лена, какие акции, облигации, какой организации, Беларуськали, Белтрансгаз, со сколько десятков тысяч уже надо. Имеется в виду, со сколькой суммой заходить или нет. Вот давай немножко углубимся либо в тему, со скольких, с какой суммы начать, либо наоборот пойдем в тему про какие акции, каких компаний там условно можно смотреть и где это вообще искать, как это сделать. Ну, то есть в твоем своем, ну, ты так расскажешь, так просто. Сейчас как в магазин зайти, да, за хлебом. Купила акции Apple и вообще, да, живешь себе на Шри-Ланке, да. Как это происходит технически. Давай я больше вот это расскажу, думаю, людям больше это интересно. И как это сделать в Беларуси. Допустим, если мы берем фондовый рынок, это акции либо облигации, то это можно сделать через брокера. Как правило, с брокером договор можно заключить через банк. То есть конкретно в действиях идешь в банк, заключаешь договор с банком, заключаешь договор с брокером, с которым работает банк. Все. То есть если ты хочешь купить белорусские акции, белорусские компании, то ты можешь делать это самостоятельно. Как правило, это нужно у каждого конкретного брокера уточнять. Если зарубежных компаний, то это будет уже формат доверительного управления. То есть ты не сам купишь, а это сделают за тебя брокер. Он будет брать за это комиссию. Это уже больше тема пассивного дохода. То есть все, что ты делаешь сам руками, это больше трейдинг. А все, что ты доверяешь кому-либо делать за тебя, это может быть фонд, брокер, биржа, это уже больше доверительное управление, но нужно понимать риски. То есть ты доверяешь свои деньги кому-то, но ответственность все равно на тебе. Это тоже нужно понимать, не каждый готов. Поэтому нужно в первую очередь понять, какой способ тебе ближе и на какие риски ты готов идти, чтобы вообще хотя бы выбрать направление. А вот как понять, что это мое, это или не мое? Как понять риски большие, маленькие? Ну, вообще попробовать. Помню, ты говорила, и много кто говорил, что нужно условно выделить себе там какую-то сумму, с которой не будет не жалко расстаться, если вдруг, а скорее всего, может быть, с первого раза не пойти, все ок. Это мы уже говорим о рисках, то есть вы должны понимать, что гарантий нет. Вот заведомо говорю вопрос, там подскажи более гарантированные варианты, их нет. Есть способы, как минимизировать риски, но убрать их совсем невозможно, ни в инвестициях, ни в бизнесе, ни в жизни. Вот, поэтому здесь мы говорим, то есть у нас инструмент, сам инструмент, деньги. Да, допустим, если я иду на бровиста, у меня есть расходный материал, да, то есть сумма на расходный материал, это будут там какие-то краски, там, не знаю, кисточки. Здесь расходный материал — это деньги, ну, то есть на котором мы должны научиться. И да, то есть вообще принцип инвестирования — всегда инвестируй ту сумму, которую не боишься потерять, которую ты готов потерять. И это не будет для тебя больно. И вообще, вот, мой совет, ты когда инвестируешь любую сумму, хоть 50, там, я не знаю, рублей, да, хоть, там, не знаю, тысячу 50, просто расстанься с этой суммой заранее. Все, ее нету в твоей жизни. Ну, это сложно, согласись. Сложно. И инвестирование, что касается инвестирования, трейдинга, это в первую очередь психология. Это не графики. То есть научиться читать графики, делать технически фундаментальный анализ — это вот прям, ну, минимальная часть, которой, в принципе, можно научиться. Это навык. А совладать именно с собой, там, допустим, когда ты видишь там бешеные проценты, и тебе хочется прям все туда вложить, вот все прям, кошку, бабушку, вот не надо вот этого делать, это очень сложно с собой совладать. И наоборот, когда ты там зажал, не купил какой-то актив, а он резко вырос, и вот эта упущенная прибыль, фома называется, она тебя вот еще очень долго догоняет. И вот это вот все нужно контролировать, 70%. Это психология. А люди всегда хотят волшебную таблетку, да, и что? Быстро, да. Да что бы я ни дала, вообще нет гарантии, что это будет ок. Да, прекрасно наш интеллектуальный троллинг, троллер Белиал спрашивает, сколько у Анны доходов в год, мы точно слушаем специалиста, и он подчеркивает, что белый пиджак не показатель большого пассивного дохода. Друзья, ты готова ответить на этот вопрос, или мы все-таки немножко поддержим интригу до, там, хотя бы минут так 20-30 и спросим у Анны, какой же у нее все-таки доход? Мне все равно, я могу. Да, ну, значит, мы все-таки еще немножко поддержим интригу. Друзья, мы сегодня не претендуем на истинную первую инстанцию и не говорим, что именно так, как делает Анна, делать нужно всем. Мы показываем, как можно еще зарабатывать деньги, как инвестировать, как лучше вам самим разбираться для того, чтобы не попадать, не знаю, даже на мошенников или тех людей, которые пытаются вам чего-то навешать лапши на уши и взять ваши деньги, поэтому просто слушайте и расширяйте свое денежное мышление. Но у нас тут, видимо, есть люди, которые не первый год замужем, как говорится, и задают вполне конкретные вопросы, прям вот конкретные. Спрашивают, такие площадки, как iGainis, Finster, Buynex, вы инвестируете в эти белорусские площадки? Могу ответить четко, точно. Конкретно я нет, но это не значит, что это нельзя делать. Ну, то есть это моя стратегия, то есть нужно понимать, что нету ни одного инвестора или трейдера, у которого будет одинаковая стратегия. Нет такого. У каждого она разная, просто нужно найти свою. Я сейчас, можно сказать, меньше инвестирую в белорусские компании, но это не значит, что этого не нужно делать. Очень, допустим, было время, когда в белорусские компании было выгодно инвестировать, и сейчас это выгодно. То есть в зависимости от вашей цели, что вы хотите, какой доход вы хотите. Вы хотите быстрый доход? Тогда не нужно инвестировать в низкодоходный инструмент. Вы там готовы рисковать, да? Ну, идите рискуйте, но вопрос, готовы ли вы к таким рискам. Поэтому конкретно я не инвестирую в данные инструменты. Но это не значит, что этого нельзя делать. Вот, друзья, кто к нам присоединился, всем привет. Вы смотрите прямой эфир сильных новостей. Сегодня мы с Анной Разумовой разговариваем про пассивный доход, инвестиции, и стараемся немножко глубже понять всю эту тему и разобраться, подходит такой вариант для вас или не подходит. И в конце эфира мы разыграем нашу фирменную кружку, консультацию с Анной и расскажем, какая у Анны зарплата. В месяц, в год, как захотите. Какие критерии, фильтры поставите, так и расскажем. Спрашивали, какой у тебя опыт в бизнесе, в плане какой, какая сфера, которая занималась, да. Это текстильное производство. Мы делали шторы, домашний уют, шторы постельная, столовая. Вот, и, собственно, были достаточно таким известным, можно сказать, по Беларуси фирмой, компанией, организацией, да. Лена спрашивает, интересно, какие белорусские компании? Уверена, что их мало и можно озвучить. Можешь ли ты озвучить какие-то, на кого хотя бы обратить внимание белорусские компании? Вот, допустим, Беларусь Калия однозначно, Лицкая. Ну, это больше такие твердые, так скажем, твердые активы, куда бы я инвестировала, точнее, да, есть. Хотя бы задумалась, я проанализировала, да. Смотрите, анализируйте просто, да, то есть, что касается белорусских компаний, ну, вы просто больше о них узнаете, то есть, развитие, да, то есть, куда они стремятся, то есть, какой у них объем, да, то есть, в их сфере, вам станет очевидно. Просто больше узнавайте, интересуйтесь. Это открытая информация или надо где-то узнавать что-то такое закрытое? Ну, как правило, можно узнавать, но я думаю, у нас такие самые наши крупные предприятия, они всегда на слуху, да, то есть, твердые, которые, там, допустим, делают поставки по всему миру. Почему нет? Можно инвестировать. Да, какие банки в Беларуси работают с зарубежными акциями, спрашивает Владимир. С зарубежными акциями работают МТБанк, ВТБ, по-моему. Ну, по сути, я могу сказать брокеров. Freedom я знаю, что работает. Вот, то есть, можно, это нужно уже больше узнавать у конкретного брокера, у конкретного банка. То есть, если вы просто задаться целью, смотря, что вы хотите, какие акции, вот. Но сейчас это, скорее всего, будет доверительное управление. То есть, вы не сами купите актив, а за вас будет торговать брокер. Вот это, наверное, единственное отличие. Больше вот на это обратите внимание, если вы готовы к такому способу. Вопрос не по теме. Спрашивают у нас Василия, когда мы прекратим новость на белорусском языке писать. Василий, плохая новость. Мы не прекратим писать новости на белорусском языке. И, кстати, себя уже приглашают на кофе. Вот, да. Может быть, билет... Вызываю. Вызываю, да. Вызываю Анну на кофе. Это неудивительно. Можно еще, может быть, на каком-нибудь шаре погадать, что Аня, приснись мне. Кстати, после завтрака в Афине ты мне снилась, между прочим. Так впечатлила, впечатлила, да, своей историей, да, что это было, конечно, интересно. Так, из Солигорска, Лена, которая много вопросов задает, надо уточнить. Не уверена, что это так сейчас многовато финансов нужно. А скажи, пожалуйста, если мы уже говорим про финансы, ты немножко говорила про то, что можно стартовать с любой суммы, да, но 5 рублей лучше потратить на конфет с детям, да. Может быть, есть какой-то условный, очень условный порог, что, например, если у вас там заваляло 200 рублей, то можете там вот начать там с инвестирования там вот туда-то, чтобы не сразу хотеть, там, не знаю, город свернуть. Смотри, для того, чтобы просто попробовать, что это такое, я бы рекомендовала, ну, хотя бы там от 50-100 долларов просто попробовать пощупать. Это прям нужно сделать, чтобы у тебя мозг успокоился, что да, вот, я попробовала, это реально, вот, это чтобы попробовать. Здесь, как сказать, больше нужно понимать, какая у тебя цель. Я бы так сказала, здесь важно не с какой суммы, а здесь важна дисциплина. Если, ну, наиболее эффективный метод — это дисциплина, то есть что это такое? Научись сначала создавать подушку безопасности, вот даже прежде, чем инвестировать. Просто с каждого прихода любых средств откладывай в первую очередь на подушку. Это называется метод «Заплати себе». Почему себе? Потому что ты платишь своему будущему. То есть лучше вот эти базовые вещи настроить, а потом уже инвестировать. Потому что, опять-таки, вот если у тебя в голове это все не уложено, ну, смысл того, что ты будешь инвестировать, ты просто, ну, в любом случае где-нибудь, когда-нибудь их потеряешь, потому что ты просто к этому не готов. То есть нужно немножко привести свое условное мышление и мозг в такое понимание, и что вообще происходит, изучить самостоятельно какие-то базовые, я так понимаю, моменты, а дальше уже изучать, либо нанимать брокера, который будет заниматься доверительным управлением, правильно? Да, да. Спрашивает у тебя Александр Коноваленко, инвестируешь ли ты в криптовалюту? Скажу открыто, это мое на данный момент любимое направление, конечно. Прям засияло сразу. Вот, в крипту, конечно. Очень люблю этот рынок. Считаю, что у него огромное будущее. Буквально с последней конференции в Дубае биткоин оценили, допустим, что он будет стоить до 140 тысяч долларов. Сейчас он стоит 35. И да, это реально, поэтому в крипту, конечно, я инвестирую. Но опять-таки, вот, что касается, если вы только начинаете, даже если вы выбрали криптовалютный рынок, мы помним, что он более рискованный. Для новичка просто выбирайте те активы, да, это такая общая рекомендация, неважно, какой способ вы выберете, выбирайте активы твердые. Вот, допустим, что касается криптовалюты, да просто покупайте саму, там, биткоин, эфириум, солана, то есть твердые какие-то криптовалюты, которые себя зарекомендовали, если вы новичок, да, то есть если вы еще не умеете оценивать, что нужно купить, а что не нужно. И также вот к вопросу, какие белорусские, там, да, активы выбрать по тому же принципу. В фондовом рынке, да, то есть мы знаем, что Apple всегда в теме, Google, ну, то есть такие вот базовые, ну, то есть самые крупные такие активы. Это если для новичка. О, боже мой, столько вопросов задают. Я, к сожалению, не разбираюсь в этой теме, потому что я чувствую себя какой-то дурой, честно говоря, в этой теме. Но я стараюсь, искренне стараюсь понимать, что происходит. У меня муж, кстати говоря, сейчас очень хочет купить биткоин. И не очень понятно, как технически это сделать, поэтому я, у меня очень большая вопрос к тебе. Нет, но тут вопрос, это такое больше личный. Может быть, если останется времени, мы поговорим о том, как технически это можно сделать. Очень много вопросов про налоги на заработки, на акциях и на криптовалюте. Нужно ли платить, как платить и вот это вот все. Расскажи свой опыт. Любимый вопрос, потому что все этого боятся. На самом деле все просто. Точно так же, как и в бизнесе, ты платишь налог. Принцип какой? Смотри, допустим, ты платишь налог с дохода. Что это значит? Значит, допустим, я проинвестировала тысячу белорусских рублей, заработала за месяц 100 белорусских рублей. Соответственно, налог я плачу со 100 рублей, а не с 1000 или не с 1100. То есть это идет налог только на доход, потому что остальная сумма, депозит, это мои личные деньги. Вот, как платить точно так же, вот как ты декларируешь доход, да, или можешь там ИП открыть. Все точно так же, как в бизнесе. Но главное это делать, и делать это прозрачно. У тебя, тебе пришли дивиденды, заплати с этого налога. Вот и все. То есть здесь ничего сложного. Допустим, есть еще моменты, если вы инвестируете через банк, да, то есть через брокера, то вы не платите налог, потому что это входит уже в комиссию брокера. Есть, допустим, та же криптовалютная биржа currency, в которую входит также комиссия, и если вы через нее выводите активы, то можно тоже не платить налог. Все остальное, да, если вы через другие какие-то биржи выводите, брокеры, да просто вот это со своего заработка заплатите налог. Ну, это как физлицо или ИП? Можно как физлицо, это считается, как декларируешь свой доход. Да, декларируешь. Ты в конце года, вернее, в марте после предыдущего года, подаешь декларацию о доходах. Да, вот мне столько. 13%, если я не ошибаюсь. Вот мне столько-то пришло, я с того хочу заплатить налог. Можно оформить ИП, да, то есть 20% платить. Да. Да, но, в общем, нужно, как говорят бухгалтера, сколько бы я интервью не проводила, нужно все считать, какие суммы, какой период времени и так далее. Вот, знаешь, мы заявляли в анонсе, куда можно инвестировать в Беларусу с белорусским паспортом вне Беларуси и как технически это возможно сделать. Может быть, несколько каких-то инструментов подскажешь? Смотри, ну, по сути, я уже на этот вопрос отвечала. Если делать это все хорошо, прозрачно, то проще всего через брокера, через банк. Вот. Нужно узнавать, с какими сотрудничает брокер, ну, через какие акции можно купить через этого брокера зарубежные, если тебе хочется именно зарубежные. Вот это нужно узнать. Что касается активов, допустим, в крипте, там все проще, то есть в крипту тоже можно инвестировать через брокера, можно напрямую. То есть регистрируешься на бирже, проходишь верификацию, это сканируешь паспорт, то есть все как в банке. Все прям. Вот. И покупаешь актив самостоятельно. Как покупать? С карточки. Все. Выводить точно так же. На карточку. Как правило, к каждой бирже привязана либо карта, либо можно вывести через платформу P2P. Что это такое? Как это делается? Допустим, мне нужно вывести свои средства, тебе наоборот, завести. Соответственно, я создаю ордер, что вот такую-то сумму мне нужно вывести. Ты на мой ордер откликаешься, переводишь, допустим, мне на карту, а биржа тебе уже выпускает мои активы на твой кошелек. Вот так это делается. Это контролируется, если биржа централизована, это контролируется биржей, что касается рисков. Они всегда есть, мы помним. Но, то есть те средства, на которые мы создали ордер, да, то есть они замораживаются на бирже. Это контролируется биржей. И как только приходит подтверждение, что да, деньги переведены, биржа отпускает человеку на другой кошелек. У нас P2P в РБ запрещено. Это какой-то сервис или что это такое? Нет, это площадка, по сути, на любой бирже. Ну, опять-таки, заплати с этого налог и все. То есть технически что-то можно как-то образом... Это просто как перевод на карту. Вот, допустим, там, не знаю, ты за кофе заплатила, я тебе на карту вернула. Понятное дело, что если имеется в виду там какие-то баснословные суммы, то, конечно же, это делается не так. Это, ну, естественно, это все... С этого платится налог, и сделай тогда и П. Вот. Это уже, мне кажется, новый уровень, да? Вот Лена пишет правильно, что... Да, то есть все должно быть адекватно, ну, как бы и прозрачно. Да, что сложная тема инвестирования и пассивного дохода для белорусов, много скепсиса. И у меня соответствующий вопрос. Насколько ты часто со скепсисом или с недоверием, или с какими-то стереотипами сталкиваешься, когда общаешься с людьми? Потому что тоже вижу, что у нас в комментариях много спрашивают про свою зарплату и оценивают тебя как, если ты достигаешь определенного уровня, значит, ты имеешь право об этом говорить. Если нет, то ты не имеешь права об этом говорить. И, кстати говоря, всем, кто присоединяется к нам, всем привет. Вы смотрите стрим сильных новостей. Сегодня говорим с Анной Разумовой про инвестиции и пассивный доход, как бы вы к этому не относились. И рассказываем историю и взгляд Анны на эту тему. Мы не претендуем на истину в первой инстанции. Та информация, о которой мы сегодня говорим, возможно, вам будет в дальнейшем полезна. Так вот о скепсисе. Сталкиваюсь достаточно часто, но на самом деле у людей больше страха, чем это есть на самом деле. И Беларусь на самом деле очень даже подходящая страна для инвестиций. Допустим, нам возможны те варианты, которые невозможны во многих странах. И что касается той же криптовалюты, то мы изначально к этому хорошо относились. И одна из первых стран, которые допустили такой способ. До 2023 года криптовалюта не облагалась у нас налогом. Поэтому все намного лояльнее, прозрачнее, чем это думается. Просто опять-таки это точно так же, как в бизнесе. Делай все прозрачно, все, у тебя не будет болеть голова. Вот и все, основной принцип. Но насколько ты видишь, ты уже 8 лет в сфере инвестиций. Насколько ты видишь разницу, кто как ты начинала и то, как сейчас? В омышлении, в отношении людей к этой теме. Ну, как начинала, мне, как и всем, хотелось быстрее заработать, больше. Я вообще ничего не понимала, как выбрать, куда инвестировать, куда нет. Я не понимала даже, какой процент адекватный. Да, то есть там 100% годовых адекватно или там 3% годовых адекватно. Ну, конечно, велась на большие проценты. Это тоже было. Вот, то есть я не понимала, как оценивать активы, не знаю, фонды. Вот этого всего не было. Поэтому я просто вот вслепую шла, пробовала, сливала, заново начинала. То есть все, как у всех. Но у меня не быстрый путь, и мне не хватало действительно на тот момент толкового наставника, и кто бы меня направил. А сейчас это более развито. То есть 8 лет назад, когда я говорила, что я там вот в инвестициях хочу разбираться, мне там крутили пальцем. Сейчас, наоборот, это все на хайпе. Но сейчас есть такая проблема, что ты все равно не знаешь. Новичку очень сложно оценить. То есть преподаватель, да, то есть или там тот же брокер добросовестный, качественный, либо же нет. Вот это новичку, конечно, сложно оценить. И у меня, по сути, не было ответа на этот вопрос. Я постоянно искала, да, то есть меня же просят порекомендовать. А я не могу, потому что я понимаю, что это риски, и что я не могу ничего гарантировать, даже если я порекомендую. Никто не может ничего гарантировать. Да, да, да. И я, наверное, первый раз за 8 лет нашла сейчас более-менее подходящий инструмент, как новичку можно протестировать. Во-первых, протестировать направление, которое тебе больше всего зайдет. Там, опять-таки, крипта, форекс или фондовый рынок. И сделать это без своих денег. То есть просто пощупать. И что тебе, что может быть сейчас, как научиться, вернее так, как научиться человеку, который собирается этим заниматься, или уже немножко в теме, как понять, вот ты прошла долгий путь, и я думаю, что это еще не конец, да, есть определение, это путь. С чего начать, куда бежать, что читать, не знаю, что смотреть, и что смотреть, ой, что смотреть и так далее. Начать. По сути, просто, во-первых, определиться, что тебе интересно. Допустим, вот тебе интересна тема криптовалюты. Начинай смотреть, слушать подкасты, смотреть там тот же YouTube, посмотри, кто тебе заходит. Опять, вот здесь дело, знаешь, как… Вот мне может один, да, то есть преподаватель, там, заходить, тебе другой. Вот. Ну, просто там загугли, что для новичков. Книги, обязательно книги начинать читать. Например, какие? Разумный инвестор, это прям база. Манифест инвестора, мне нравится биржа для блондинок, там прям максимум по названию понятно, что там все понятным языком расписано. Вот. Ну и финансовая грамотность. Я все-таки за то, чтобы больше, ну, то есть начинать именно с финансовой грамотности, как бы это там не звучало. Но пока ты с этим не справишься, да, то есть инвестировать… Привести в порядок свои финансы, вообще понять, что у тебя в жизни происходит, на что ты тратишь деньги и какие деньги ты можешь потерять, какие инвестировать и куда конкретно, и как быстро ты хочешь это сделать. Да, научиться, то есть посчитать, вот действительно посчитать, очень помогает. Сколько вы тратите, какие у вас расходы, где вы вообще просто сливаете, но вы можете на этом, допустим, сэкономить и начать инвестировать. Можно инвестировать, не надо будет. Да, есть способы, допустим, мне нравятся такие… Они легкие, лайтовые, как лайфхаки. Но таким образом ты можешь, допустим, себе какой-то минимальный капитал сделать, да, то есть, допустим, ты там пьешь кофе, там, не знаю, каждый день покупаешь себе кофе, да. Один день не купи кофе или два. Без слабого, Аня, ты любитель кофе. Мне слово, это не мой метод, вообще не мой. У меня были другие методы. Вот, ну, казалось бы, это мелочь, но тем не менее, ты уже можешь сэкономить деньги и начать попробовать инвестировать. Вот. А с какими зарубежными брокерами работаешь? Можешь ли ты об этом говорить? Или, ну, насколько это открытая или закрытая информация? Нет, сейчас я работаю, очень мне нравится, с единственным брокером. Это МТХаб. Буквально вчера с ребятами встречались. Мне очень нравится их позиционирование, их, как сказать, как они минимизируют риски. Вот, то есть мне нравится на данный момент. Вот этот брокер, там у истоков как раз-таки белорусские ребята. Кстати, хочу сказать, вот по теме того же инвестирования, у нас очень много ребят толковых, которые там создают фонды, создают брокеров, очень круто зарабатывают и на криптовалюте, и на фондовых рынках. То есть у нас это, наоборот, у нас очень много толковых людей вот таких. Просто нужно это изучать. Я прям горжусь, да, да. Я вот когда узнаю, что там у истоков белорусские ребята, у меня прям гордость. Друзья, вот прямо сейчас вы можете инвестировать свои сердечки в наш эфир и сделать так, чтобы этот эфир увидели как можно больше людей и много нового или как минимум одна идея, и если вам придет после этого эфира, то это уже наш эфир будет не зря. Друзья, стараемся отвечать на все ваши вопросы. Не все вижу, но не все задаю сразу после того, как вы пишете. Поэтому не обижайтесь, буду спрашивать то, как считаю нужным, поскольку я владычица сегодняшнего эфира на сильных новостях. Всех приветствуем, кто к нам присоединился. Аня, вопрос вот такой. Налог на прибыль в Беларуси от ценных бумаг. Можешь сказать? Либо крипта. Так я уже и сказала, вот берешь, ну то есть свой доход, дивиденды, которые ты получил с этого, да, то есть или с крипты, либо с акций, и платишь с этого налог. Все. Если ты делаешь, инвестируешь в фондовый рынок через брокера, то, как правило, ты можешь выбрать брокера, у которого уже заложен налог. Вот и все. Ты его не платишь, это делается все прозрачно через договор с банком, через договор с брокером. Вот, пожалуйста. Спасибо. Как много времени ты уделяешь на эту деятельность, каждый день приходится работать? На самом деле, да, пассивный доход, казалось бы, да, как будто бы ты внедрил куда-то свои деньги, да, и лежишь, ничего не делаешь. Но это постоянное обучение, постоянный анализ, если ты особенно сама этим занимаешься. Сколько у тебя занимает времени в день, в неделю изучение нового и распоряжение своими финансами? Я бы сказала, что у меня больше не изучение, да, учусь я постоянно. Сейчас, допустим, я учусь в американской академии трейдинга. То есть уровень знаний я, конечно, повышаю постоянно. Но что касается самих действий, вот на данном этапе это занимает прям минимальное время. То есть я, допустим, проснулась, либо я выставила сделки, да, то есть ордера, либо я просто проверила свои кабинеты, биржи, вот, и все, и почитала новости. Потому что новости — это фундаментальный анализ, на основе которых ты понимаешь, куда двигается рынок. Вот и все. То есть вечером я там проверила или там просто периодически в течение дня проверяю. Допустим, я могу сегодня, вот у меня настроение, да, там больше действий сделать, поторговать. Завтра я вообще не могу этим не заниматься. То есть у меня уже такой сформированный портфель, и есть вещи, которые я сама делаю, да, то есть сама торгую. Есть вещи в доверительном управлении. Сейчас у меня больше доверительного управления, потому что на данный момент мне нужно больше времени на другие дела, то, чем мне нравится заниматься, я хочу освободить свое время, поэтому больше сейчас доверительного управления. Вот, так было не всегда. То есть я подстраиваюсь под, да, по сути, просто понимаю, что мне сейчас нужно, и подстраиваю под это свой портфель. Еще есть момент, просто следишь, какие активы, да, то есть уже, допустим, отработали, и есть смысл их там куда-то в другое направление направить, да, то есть ты заново диверсифицируешь свой портфель. Вот и все. Не могу сказать прям определенное время, но немного времени сейчас-то занимает совсем. Друзья, спасибо всем, кто пишет вопросы, задает вопросы и делает ставки, сколько же Аня зарабатывает в месяц, тысячу или десять тысяч. Давайте вот прям пишите свои варианты в комментариях, будьте активными в конце концов. Самым активным в конце эфира мы, конечно, разыграем кружку, и Анна разыграет свою персональную консультацию на то, чтобы немножко ввести вас в курс дела и ответить на ваши вопросы по теме инвестиций. Друзья, сегодня вы сейчас, прям сейчас смотрите прямой версийных новостей, общаемся с Анной Разумовой и говорим про то, как разбираться в теме инвестиций, пассивного дохода, как инвестировать, с какой суммой. И вот это вот все на протяжении уже больше, чем сорока минут. И у вас есть классная возможность задать Анне вопрос, потому что буквально через 20 минут мы заканчиваем наш эфир. Хотела, знаешь? Да, пожалуйста. Мне просто пришло в голову, скорее всего вопроса не будет, но это прям такой момент интересный. Как рассчитать риск и прибыль? Да, да, да. Супер. Ставьте реакцию, интересный. Есть такой даже коэффициент, это все можно просчитать. Что имеется в виду? Вот допустим, давай на примере сразу. У меня есть 100 долларов, я хочу их инвестировать. Как просчитать, чтобы я их и не потеряла, да, то есть свой риск, и сколько я хочу заработать. Допустим, я готова потерять из этих 100 10 долларов, да. Соответственно, если у меня сделка уже пошла ниже, то есть есть такая штука, стоп-лосс называется, это когда автоматически у тебя фиксируется прибыль, и ты выходишь из сделки. Это все выстраивается автоматически. Поэтому я говорю, я выставила утром и пошла заниматься своими делами. Вот, то есть ты, допустим, готова потерять 10 долларов, не больше. Ты на этом уровне выставляешь ограничения. Сколько ты хочешь заработать? Допустим, я хочу заработать 30 долларов. Соответственно, также я выставляю ограничения на 130 долларов. Если это посчитать, не знаю, постараюсь проще. У меня получается соотношение 1 к 3, да, мой риск, риск к прибыли. Это 0,03 коэффициент. В общем, нужно, чтобы не превышало единицу. То есть если я хочу заработать, у меня есть 100 долларов, я хочу заработать 200, да, это уже будет единица, то это прям высокий риск. Нужно понимать, что вы хотите 100% за раз. Вот, то есть здесь просто считаешь, сколько ты готов потерять и сколько ты хочешь заработать. Вот и все. И фиксируешь и нижнюю границу, и верхнюю. Вот. В принципе, применимо к любому инструменту. Пишут, что ты прям Америку открываешь своими комментариями. Вот да, для кого-то, может быть, Аня и открывает Америку. Ну и, конечно же, можете писать даже едкие, саркастические комментарии. Мы всему рады. Спасибо, что вы с нами смотрите наш эфир. Все понятно и доступно для начальных классов. Наша цель, чтобы было понятно и доступно для тех, кто еще не инвестирует, но только думает об этом. И для тех, кто уже немножко в теме, может быть, что-то новое вы для себя найдете или зададите вопрос, как делает это Аня. Что-то я хотела. Вот вопрос про доверишь ли ты свои деньги искусственному интеллекту. Я уже это делаю. Конечно. Вот. Вот так вот. Да, да, конечно. У меня есть, могу сказать открыто, у меня есть часть активов, которыми управляет искусственный интеллект, да. Технологии, боже мой. Кстати, Аня из Гомеля, так что не думайте, что спикер приехал там откуда-то, там, из Дубая, из Москвы, а человек абсолютно такой же, как и вы, уже 8 лет занимается инвестированием. Ань, сколько ты, какую самую большую сумму денег ты вот прям теряла? Ну или там, не знаю, ну в каких, с чем-то сравнить, может быть, эти суммы. Это можно говорить, да? Можно, если ты хочешь, да, пожалуйста. Хорошо. Ну, самая большая сумма, которую я за все время теряла, за раз причем, 40 тысяч долларов. О, видишь, ничего себе, боже мой. Как ты с этим справилась? Слушай, было больно, но на тот момент я уже такая, была более-менее подготовленная. Вот. Ну, конечно, это всегда неприятно. То есть, с одной стороны, к этому невозможно привыкнуть, ну, просто можно минимизировать. И нужно понимать, знаешь, как, это нужно воспринимать как опыт. То есть я после этой ситуации, конечно, я проанализировала. А почему это произошло? Ну, потому что, конечно, там, жадность включилась, да, там, больше захотелось денег. Я не до конца проанализировала инструмент, в который вложилась, да, то есть это был рискованный инструмент. То есть вот эти все моменты, то есть я на каждом факате, я анализировала и понимала, что я делаю не так. Вот и все. А можешь поделиться самым большим, самой большой прибылью, не знаю, которая у тебя была? Это было, ну, давай так, это была большая сумма, которую ты потеряла или меньше? За раз? Да. За раз? Нет, за раз меньше. Ну, вот. Ну, а в объеме есть к чему стремиться. В какой сфере были потеряны 40 тысяч? Можешь сказать об этом? Да. Да. Но нет. Нет, это был фондовый рынок, но это было через доверительное управление и был недобросовестный посредник, вот и все. А можно ли в таком случае что-то, не знаю, изменить, судиться, там, не знаю, как-то? Можно. Вот, очень хороший вопрос, да, то есть к тому, как анализировать, то есть на что я обращаю внимание. Ну, во-первых, конечно, я изучаю сразу же юридическую часть, всю полностью. Если вы сами не разбираетесь, это нужно делать с юристом. Элементарно. Вот. Затем у каждой компании, у того же брокера, фонда, это юрлицо, и есть регистрация. Да, то есть вот как ИП ты открываешь, ты же регистрируешь свой вид деятельности. Ты точно, неважно, причем в какой стране, но это нужно проверить, то есть соответствует ли вид деятельности. Потому что есть такая лазеечка, которую очень многие любят использовать, типа мы платформа. Ну, мы вот не про финансы, мы платформа. Вот. Тоже нужно вот это проверять, то есть чтобы все-таки в виде деятельности были заявлены операции с финансами. Это важно. Вот. Затем, кто стоит за этим всем, да, то есть за всем стоят люди. Это тоже нужно понимать. Смотреть, открытое руководство или нет, кто эти люди, какие предыдущие были у них проекты. Вот. То есть начинать вот с таких элементарных вещей. Ну, вот да, Константин Кулякин пишет, что есть биржи фейк, что невозможно отмечить. Конечно. И как вот отличить вот про то, что ты сказала, да, это там смотреть договор, смотреть, кто за этим стоит. Может быть, есть красные флаги, на которые стоит обратить внимание, что если вот вы это заметили, то, скорее всего, вам туда идти не стоит. Сейчас очень популярная тема, когда тебе пишут, особенно там в Телеграме, что вот давай заработаем или там что-то еще. Там неважно на чем, арбитраж, на крипте. Нужно тоже встать на место человека. То есть для чего он это делает, в чем его выгода. И как правило люди пробуют и потом, допустим, делают это через какой-нибудь фейковый обменник, а там тебе прям пошагово говорят, что делать, и как правило деньги там и зависают. Вот, поэтому анализируйте, какая у человека выгода, да, или какая выгода у компании. То есть есть адекватная выгода, допустим, если мы берем брокера, выгода брокера, если он добросовестный, да, вот на той площадке, о которой я говорила, МТХаб, то есть он, брокер зарабатывает с комиссией. То есть за каждую сделку, да, открытие сделки зарабатывает, открытие и закрытие, брокер зарабатывает комиссию. То есть вот выгода открытая брокера. Вот, соответственно, брокеру невыгодно, чтобы ты слил свой депозит. Он же зарабатывает, пока торгуется средство. Используя твои деньги. Да, да. А если тебе там человек пишет, да, или если ты, допустим, нашел профиль в Инстаграме у супертрейдера, который там вот учился три месяца назад, и, допустим, вот на что я обращаю внимание, если у человека прям потоковое обучение, вот одно за одним, большие группы, у меня сразу возникает вопрос. Ты, значит, зарабатываешь на самом деле на обучении, а не на инвестициях. Ну, больше, да, хотя бы там большая часть доходов. У меня вот этот вопрос сразу возникает. То есть обращайте внимание и становитесь на место, какая у человека выгода. Выгода есть всегда. Если человек открыто говорит, или там компания, да, то есть на чем мы зарабатываем, в чем наша выгода, вы это оценили, все окей, хорошо, можете попробовать. Если какие-то сомнительные истории, типа человек на вас не тратит время, чтобы ты там заработал, ну, тоже уже вопросики. Интересный вопрос. Тут два вопроса есть такой вот прям про то, что ты говоришь, и интересный про студентов. Аня, вы инвестируете через площадки Айгенис, Финстрор, РБ, как вы оцениваете риски в этих площадках? Нет, я через них не инвестирую. Вот и все. Но ты про не знаешь, ты про наберите. Смотрите, невозможно знать все. Допустим, я не могу... Направлений очень много. В той же криптовалюте там просто я буду перечислять только то. Угу. Вот, то есть невозможно знать все. Поэтому я выбираю то, что интересно мне. Поэтому, допустим, по Беларуси ключевые моменты я могу сказать, да, и какие-то безопасные моменты. Но если вас что-то заинтересовало, просто сядьте и изучите этот вопрос. Потому что все знать невозможно. Учитывая даже, что 8 лет и все такое, ну, это нереально. Я просто выбираю те направления, которые интересны мне. Конечно, я больше углубляюсь. Вот и все. Ну, у тебя тут явные почитатели тебя, твоей красоты, ума и харизмы. Просят дать тебе водички, у тебя губки сухие. Это наш прекрасный билиал, который... Спасибо вам за то, что на эфире целый эфир активный. Просто, чтобы мы без вас делали. Есть еще вопрос про то, что делает студенту со... Так, кто к нам присоединяется? Рассказываю, что вы смотрите прямой эфир сильных новостей. Сегодня мы с Анной разговариваем про тему пассивного дохода и инвестиций. Куда беларусу и с какой суммой можно инвестировать и о чем следует знать. Тема огромная, обширная. Говорим очень такие понятные, примитивные моменты, с чего стоит начать, что стоит сделать. Но самое главное, это вывод из всего. То, что для начала проанализируйте вообще свою финансовую подушку, проанализируйте свои финансы, что вы тратите, куда вы тратите. Сделайте подушку безопасности на 3 месяца как минимум, а потом уже думайте, куда и с какой суммой вы можете инвестировать. Как быстро хотите заработать деньги, какие темы, направления вам интересны и каким образом вы можете и готовы это делать. С чего начать изучение темы инвестирования? Это тоже мы частично об этом говорили. Изучайте, читайте книги. Что ты еще рассказывала, если то быстро? Документалки. Вот, допустим, мне заходят документалки, подкасты и вообще, в принципе, люди, которые инвестируют давно или которые давно в бизнесе. Но тоже важно понимать, что очень много сейчас таких спикеров, которые на самом деле являются чем-то. Да, поэтому тоже слушайте людей, которые уже заработали себе имя. То есть тот же там Воррен Баффет, я не знаю, наверное, все его знают. То есть это то же самое, как окружение. Просто боритесь в этой теме и слушайте людей, которые в этом уже собаку съели. Вот и все. И начинайте с базовых вещей. Это книги, те же ролики на YouTube. Заходите на сайты разных компаний. Беларусь Калий, вот это одна из тех белорусских компаний, про которые мы говорили, куда можно инвестировать и чьи акции можно покупать. Если хотите, можете пойти дальше, больше и купить акции Apple. Как это сделать? Через брокера. Это, по сути, посредник между вами и компанией, где вы хотите купить что-то. Но давайте немножко сейчас, буквально у нас 5-6 минут эфира осталось, поговорим про инвестирование в другие виды деятельности. Мы говорили про крипту, про форекс, про биржи. Недвижимость, валюта, облигации, ценные бумаги. Что ты для себя используешь из этих понятий? Ну, тема недвижимости, это, наверное, всем интересно. Вот, это все такие, ну, не знаю, я считаю, что какая-то часть все равно должна быть, потому что все равно это твердый инструмент. Вот, венчурные инвестиции. Венчурные инвестиции, это такие прям, я бы сказала, уже такой прям чуть другой уровень, такой прям вкусный уровень. То есть венчурные инвесторы, они всегда очень, это люди, которые, венчурные инвестиции, вот объясню. Да, это инвестиции в стартапы, это инвестиции в бизнесы, в перспективные, вот. И это нужно уметь очень хорошо анализировать. Но это может быть очень прибыльно. Или тоже рискованно. Конечно. Да, да. Вот, ну, то есть это такие самые основные, ну, акции, облигации, понятно, причем облигации, это более консервативный инструмент. Если вот мы берем фондовый рынок, да, то есть акции, облигации, то если вы не готовы рисковать вот совсем, то начните с облигаций. Это будет менее рискованный инструмент. Вот. Недвижимость. Недвижимость. Опять-таки нужно оценивать, где недвижимость. Ну, что касается, если вам нужно сохранить деньги, то, возможно, да, такой вариант можно использовать. То есть, опять-таки, нужно оценивать. Вот. Допустим, если у нас в Беларуси, ну, в Минске купите недвижимость, ну, как бы не ошибетесь. Все равно, как ни крути, в столице всегда недвижимость будет более выигрышным вариантом. Ну, вот у нас буквально на позапрошлой неделе была новость о том, что высотку, многоэтажку, которую строят первую в Гомеле, на Мазурово, скупили квартиры там буквально за три часа. Да, это тоже многие из них покупали по три, по четыре квартиры, хотя договаривались там в очереди только на одну, но тем не менее покупали. Это тоже как инвестиции, потому что, вероятнее всего, на этапе строительства, там, условно, там, квартира стоит, там, 20 тысяч, а потом ее можно будет продать, там, там, за 30, например, тысяч. Но это не точно, правильно? Бывает и наоборот. Да. Бывает и наоборот. И это нужно понимать, потому что люди скупают недвижимость, не понимая, вообще не считая. Вот просто у меня есть деньги, мне нужно, чтобы они не пропали, все, я там, ну, их, мне их нужно куда-то деть. Но есть, допустим, случаи в Японии, когда люди, которые купили 50 лет назад квартиру, они до сих пор не окупили свои вложения. Они до сих пор в минусе, поэтому здесь, опять-таки, нужно любую сферу изучать. То есть ты хочешь куда-то свои деньги деть, ну, ты хотя бы изучи куда. Вот, а у нас по привычке, ну, просто у людей есть стереотип, что недвижка, это вот прям безопасно. С одной стороны, да, но, опять-таки, нужно более углубляться в эту тему. А еще с учетом того, что панельные, панельные хрущевки, возможно, в Беларуси будут сносить, поэтому недвижимость, эта тема, наверное, в какой-то степени прибыльная, сложная и непонятная тоже, как, ну, в принципе, как и все инвестиции. Прям отдельная. Отдельная тема, отдельной темой нужно изучать недвижимость. Сейчас очень трендовая история про Турцию, Северный Кипр и вот это вот все. Поэтому, вот, кстати говоря, пару лет назад можно было бы там прикупить квартирку, да, но сейчас уже, наверное, этого делается. Я скажу так, это будет касаться недвижимости и вообще любых активов. Все, что уже на слуху, вот уже со всех утюгов шумит. Все, момент прошел. Успокойся. Людей начинает догонять вот эта самая фома, упущенная выгода. Все купили, а я только сейчас надумала. Да, ищи другой вариант. То есть всегда же принцип какой. Чем раньше ты об этом узнаешь, тем больше ты заработаешь. А когда это уже везде шумит, все, момент ушел, отпусти. Хорошо, Ань, вот давай все-таки немножко про деньги, да, про твои деньги, назовем это так, да. Понятное дело, что ты 8 лет в теме инвестиций, и ты не сразу зарабатывала столько, сколько ты зарабатываешь, например, сейчас. И это не твоя зарплата, как каждый день ты получаешь там условно 15-го числа от определенную сумму на карту, да. Как у тебя происходит, не знаю, ну там условно вывод средств, да, какие там суммы может быть в начале были, или ты все тратила, какие может быть сейчас, на что тебе хватает, о чем ты мечтаешь, что хочешь. Смотри, у меня, ну конечно за время поменялась стратегия, допустим, в начале пути я только реинвестировала, я ничего не выводила, я только наращивала объем оборотов. Ты залила там условно 100 долларов, заработала 200, 200 опять реинвестировала, и так-так постоянно. Да, да, у меня была цель нарастить объем, я это четко понимала, это было сложно, конечно, и хотелось выдернуть раз 250 на дне, вот, но у меня вначале была такая цель нарастить капитал, и по большей части она и сохранилась. То есть выводить средства на жизнь я начала не сразу, далеко не сразу, вот, либо, ну то есть сначала частями, да, вот мне хотелось там как-то себя, да, просто там или побаловать, или вот просто, чтобы я хотя бы ощутила, что на это можно жить. Но это не сейчас уже, как я на это смотрю, для новичка лучше либо хотя бы раз вывести, пощупать и понять то, что вот, да, я там ничего не делала, они вот пришли мне, да, то есть просто, чтобы у тебя в голове это уложилось, ты успокоишься. Да, да, да. Либо, что более надежный вариант, те средства, которые ты вложил, забери. Вот, наверное, не наверное, а точно один из самых верных способов, как минимизировать риски, это, во-первых, диверсификация, не в одну корзину мы их складываем, да, и второй момент, это забери сначала то, что ты вложил, вот и все, и успокойся. То есть, условно, вложил 100 баксов, заработал 300, и когда заработал 300, свою сотку верну, правильно я понимаю? Да, 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 забери, успокойся, то есть все, а потом уже, да, наращиваю капитал. У меня было по-другому, но я на это шла осознанно, вот, а потом уже, да, уже потихоньку, потихоньку и… Ну, сейчас основное, допустим, я вывожу, да, то есть то, что мне нужно на жизнь, но основной капитал я продолжаю постоянно наращивать. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Давай, раскрывай нам эту великую тайну, чтобы понятно было людям, которые скептики и не верят всему, что ты говоришь, можно ли было тебя слушать или все, что ты говоришь, это полная ерунда. Ну, смотри, я так скажу, я на это живу уже долгое время, и вся семья моя на этот доход живет, вот, я себя свободно чувствую, собственно, вот, могу себе позволить там отдохнуть, то есть очень-очень крутое ощущение, когда ты поехал отдохнуть, приехал, и у тебя купилась поездка, ну, то есть, вот, примерно вот так. Поэтому, ну, как-то так. То есть сейчас ты уже какое-то время находишься в состоянии, когда тебе не нужно нигде работать, правильно? У тебя нету так условно там, ты не ходишь на работу к восьми и не приходишь после пяти, и ты живешь за счет тех денег, которые ты постоянно там инвестируешь, инвестируешь, неинвестируешь и так далее. При этом твоя семья живет, ну, понятно, жить можно по-разному, можно там питаться, там, не знаю, хлебом и сосисками, а можно там стейками каждый день, да? То есть можешь ли ты там, например, что-то конкретное сказать, вот, что ты можешь себе позволить, чтобы люди могли бы больше там понимать, например? Смотри, у меня какая психология, стратегия? Я могу себе позволить достаточно и достаточно крупные покупки, но, опять-таки, я продолжаю наращивать свой капитал, и у меня выбор. То есть, ну, прям, если мне нужно, конечно же, я это сделаю, если вот прям, да, там, не знаю, завтра машину нужно купить. Вот, но все-таки я оцениваю, и я, как сказать, я хочу, чтобы, ну, действительно создать хороший капитал. И я понимаю, что, да, я могу выдернуть, ну, и что? А какая у тебя задача в целом на, там, не знаю, на ближайшие, там, условно, пять лет, до какого момента ты хочешь нарастить, и что будет, планируешь дальше с этими деньгами делать? Я тебе так скажу, я не планирую останавливаться просто в этом плане. А тебе нравится сам процесс, да? Да. Что еще и прибавляется, прибавляется, прибавляется деньги. Да, и это же у тебя, как сказать, твоя финансовая емкость в голове, она постоянно увеличивается, да. То есть это уже больше моменты, как ими управлять. Это прям очень интересно. Но я так понимаю, что, условно, если надо будет ребенка, там, отправить учиться, там, купить, там, квартиру, например, или машину, то есть это, то есть ты не пойдешь в банк за кредитом. Да, вот, кстати, к моменту, антирекомендации, как не нужно делать, никогда на кредитные или заемные средства не инвестируйте. И на последние. Почему? И на те, которые вы не готовы потерять. Ну, потому что, ну как, вот, ты взял кредит, ты деньги, ну, как бы, слил. Вот. И что? У тебя будет паника. Ну, это состояние вообще, не знаю. Зачем? Это должно быть. Это очень огромные риски. Зачем? И даже, наверное, психологические больше. Да, психологические риски, конечно. То есть зачем это делать? Найди более доступные варианты. Да, это будет дольше. Это однозначно будет дольше. Но зато ты будешь спокоен, это будет надежнее. Да. Все хотят быстрой прибыли. Все за этим гонятся, но я не советую. То есть нужно для себя выделить ту сумму, которая будет именно ваша, не последняя, не деньги банка, а та сумма, которую вы можете попробовать, поработать с ней, инвестировать в какие-то варианты, которые вас устраивают, которые вам нравятся. И дальше уже в зависимости ставить себе задачу. Нам нужно заработать что-то там условно на ближайшие пять лет, на квартиру, вывести деньги, прекратить, например, или дальше наслаждаться самим процессом и ни в чем себе не отказывать. Друзья, буквально пару минут еще у нас есть на эфире. Вы можете задавать свои вопросы, если они относятся к делу, и она может на них ответить. Если ты в банке взял под 5% годовых, инвестировал под 17%, почему нет? Можно. Почему нет? Можно. Здесь, знаете, важный момент. Смотрите уровень инфляции. То есть просто логику включаем. Если инфляция выше, чем ваш процент по дивидендам, то смысл тогда? Можно выйти в ноль выше. Или просто выйти в ноль, да, в зависимости от вашей цели. Если у вас цель сохранить, то, конечно, это нормальный вариант. Вот, кстати говоря, буквально недавно была новость, кто-то мне рассказывал, что выросли доля кредитов в белорусских рублях с 34 до 39%. Александр, ты можешь как-то это объяснить своим взглядом? Почему белорусы стали больше инвестировать в белорусских рублях? Ну, потому что, не знаю, мой взгляд, возможно, люди посчитали, что это более надежно. Во-первых, всегда банк дает по своей валюте процент больше, чем по иностранной валюте. Это как бы всегда так было. Возможно, сейчас увеличился процент именно по тем же вкладам. По кредитам не скажу. Не буду просто что-то придумывать. Не скажу, почему так. Я просто не занималась этой темой, не оценивала. Анна на протяжении часа предыдущего говорила, куда она инвестирует. Акцент на крипте очень быстро отвечает. Берет ли Анна на доверительное управление? Да. Значит, остаток налогового вычета в НПД в приложении. Ты можешь ответить на этот вопрос? В НПД в приложении? Да. А, ну это уже нужно конкретно с брокером смотреть. Не подскажу. Мне нужно понимать, видеть вот так сходу. В общем, быстро ответить на этот вопрос не сможем, потому что уже конец эфира. Как с тобой связаться? Аня, насколько я знаю, не дает личных консультаций. Это не ее основной вид деятельности. Но сегодня первому, кто написал в аккаунт, мы можем так сказать, первому, кто написал в аккаунт Анна Разумова, так и пишется. Анна, нижнее подчеркивание, Разумова. Вы найдете ее, узнаете ее по фотографии. Там, наверное, будет все понятно, что ты есть ты. Напишите, что вы смотрели стрим сильных новостей с Аней и задавайте ей вопросы первому, кто напишет. Это легко проверить. Я думаю, что так ты и разыграешь свою небольшую консультацию. Так что пишите Ане. Она, я думаю, что вам даст ответы на ваши вопросы. Так, что-то еще хорошо помечтали. Друзья, сегодня наша цель от этого эфира дать вам немножко больше информации о того, как люди вообще живут, что они делают, какими принципами руководствуются. И, возможно, что-то из их образа мышления и жизни вы возьмете на вооружение себе. Как минимум, самый минимальный совет из сегодняшнего эфира это наведите порядок в своих собственных финансах. Поймите, куда вы тратите деньги, на что, зачем и как. И тогда уже многое, может быть, для вас уже станет ясным. И даже инвестировать не нужно будет. Просто меньше пить кофе, например. И для здоровья полезно. Да, супер. Сегодня прям у нас много постоянных зрителей. Хотела бы отметить, безусловно, нескольких человек. Это Лена, которая Red Leo Sunshine. И еще хотела отметить еще одного прекрасного молодого человека. Это, боже мой, как же вас зовут там без авки. Санек, 1986D, который спрашивает, в каком ты живешь районе, и как бы тебя вызвать на кофе. А Билиал, который, кстати, по-моему, не в Гомеле, зовет тебя на кофе. Так что, да, вот Аня, да, сегодня еще кучу комплиментов и хорошего настроения получили. Друзья, Лена, которая Sunshine, пожалуй, вы сегодня станете победителем и выиграете нашу фирменную кружку от сильных новостей. Напишите, пожалуйста, нам в комментарии, в наш соцсеть, в Instagram, в Гомеле Today. Напишите, что это вы, человек, который выиграли кружку. Мы с вами свяжемся и попробуем договориться, как нам передать кружку. Друзья, этот эфир можно будет посмотреть через какое-то время в записи и в текстовые версии. Поэтому следите за нашими новостями во всех соцсетях сильных новостей. Задавайте вопросы. Анна Разумова сегодня была в наших гостях и делилась своим опытом инвестиций пассивного дохода и сколько она денег потеряла на этой теме, но сейчас довольно счастлива и продолжает это делать. Друзья, все. Всем большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами, задавали свои вопросы. Надеюсь, эфир для вас был полезен. Всех, кто приходит к нам не первый раз, рады были видеть. В следующий понедельник будем обсуждать с Лешей новости за неделю. Аня, тебе слово. Я благодарю, что пригласили. Я вообще рада освещать эту тему, потому что, опять-таки, очень много стереотипов по поводу Беларуси. На самом деле, все проще, чем кажется. Главное, начать и просто изучать, и выбирать действительно добросовестных. Добросовестных. Как это сказать? Делать это прозрачно, нормально, и все, не будет никаких проблем. И не замахиваться на прям сразу, хочу стать королем. Да, да, да. И просто дисциплина. Супер. Спасибо всем большое. До встречи на ТикТоке Сильных Новостей.